Ребята сказали, что нам надо поменять подшипники задние. Гудят. Я говорю, давай молотком выбей. Вот они сейчас обсуждают, можно выбить или нет. Русский стандарт. Десять пьяных придурков устроили бунт. Настал час, когда мы едем забирать нашу тачку. Чувак из Римнасу ждет. Вот я ему привез вот такой подарок. Русский стандарт Павлова Посад Эдишн. Сейчас подарю ему за все его мучения с нашей машиной. Ну и поедем посмотрим, что там с Дастером. Так, ну что, тут целая пресс-конференция сейчас будет у нас. Кто же мы такие, почему мы приехали? Стоит чистенький. Дастер наш. Видишь хорошо? О, прекрасно, спасибо. Это Рено-шоурум в Найроби, в Вестлендс. В Вестлендс-Ария. И мы очень рады, что вы здесь сегодня. В Кении марка Рено популярна? Да и нет. И да, и нет. В Западной Африке Рено очень популярна. В Восточной Африке не так. Но последние 4 года, что мы находимся здесь, каждый Новый год наши продажи удваиваются. В этом году нас ждет новый рекорд. Не такой большой, как нам хотелось бы. Но мы видим все больше и больше Рено на дорогах. И это радует. Какая модель наиболее популярна? Дастер, конечно. Дастер, конечно. Сейчас, лично я, когда я снимаю видео или рассказываю своим друзьям, то всегда говорю, что дастер смог. Полностью согласен. Мы обычно называем дастер машиной, которую не остановить. Люди думают, что это маленькая машина, маленький двигатель. Но он делает. Причем делает то, что многие другие модели не могут. И ты подтверждаешь это своим путешествием. Мы все хотим узнать, что привело тебя в Найроби. Как эта машина оказалась здесь? Напоминаю, что это Рено Дастер из России, который доехал сюда сам полностью по дорогам. Изначально моим желанием было проехать на машине до Дакара. Но когда я начал готовиться к этому путешествию, это желание переросло в нечто большее. И сейчас я первый русский, который проедет вокруг всей Африки на обычном неподготовленном автомобиле. Мы стартовали в Москве, проехали всю Европу, потом на пароме в Марокко, прошли ниже до Сенегала, до Дакара, потом вся Западная Африка, Гвинея, Мали, Нигерия, Конго, Ангола, Кейптаун в Южной Африке. И сейчас мы движемся на север. И сейчас мы в Кене, в Найроби. У нас впереди еще много стран, таких как Судан, Сомали, Джабути, Ирак, Иран и другие. Позволь мне задать такой вопрос. Когда ты говорил своей семье или друзьям в России, что планируешь проехать всю Африку, что будешь первым русским, который это сделает, что они говорили тебе, когда узнавали, что ты будешь делать это на Рено Дастере? Знаешь, все люди, и не только в России, но и в Африке, всегда говорят одно и то же. Мне надо купить один известный японский бренд. Он очень популярен в Африке, мы можем видеть их много здесь. Да, я уверен, мы все говорим про Тойоту. Да, все говорят, тебе надо купить одну из Тойот. Их несколько моделей. Но ты знаешь, Тойота в несколько раз дороже, чем Дастер. И за все время, что мы едем, мы имели, возможно, один раз проблему с Дастером в пустыне, в Намибии. Мы глубоко засели на нем в песке. Но мы вылезли из него, это заняло около полутора часов у нас. Ты вернешься назад в Москву, пройдешь еще 20, 30, 40 тысяч километров, неважно, за рулем этого Дастера. Будешь ли ты рекомендовать его своим коллегам, друзьям? Знаешь, до того, как это путешествие началось, я никогда не водил Рено. Никогда до. Конечно, у меня не было ни малейшего представления, что меня ждет. Сейчас, когда мы прошли уже 45 тысяч километров, у Дастера не было ни единой поломки. Только несколько царапин и разбитое стекло в Анголе. Но это не из-за того, что Рено плохо сделал Дастер, это из-за преступности. И все. Понимаешь, это не те же самые 45 тысяч километров, что и в Европе или в Америке. Это совсем другие дороги. Подразумевается, что в Западной Африке нет дорог? Да, абсолютно. Дорог нет, только направление. Понимаешь, вот направление, едь туда. Но мы сделали это. А также, надо сказать, про бензин. Бензин тут очень-не очень. Но, тем не менее, все работает, никаких проблем. Мы очень надеемся увидеть эту машину в Москве. Может быть, Рено в России захотят поставить эту машину на платформу и показывать ее людям. Рассказывают, что Дастер проехал, возможно, 80 тысяч километров по Африке. Ну вот, закончилась официальная часть. Ключи у нас. Как и прежде, ключ от Мерседеса на месте, который мы забыли отдать владельцу Мерседеса. Ну, а мы едем дальше. Поехали с нами. Во время последнего ТО ребята сказали, что нам надо поменять подшипники задние. Гудят. Типа, ездить еще можно, но если будете по бездорожью гонять, то лучше поменять. Фишка в том, что у них Дастеры индийские, а у нас европейские. У нас немножко разные подшипники. Вот я привез из России с собой подшипник. Два. Просто один покажу. И они не успели поменять, потому что вот я их только привез, а сейчас выходные дни. Три выходных дня. И вот я приехал к какой-то автоэкспресс. Сейчас узнаем, сколько здесь будет стоить поменять подшипники и как вообще это происходит в Африке. Но с виду как бы цивильное все. Посмотрим. У них нету штуки, которая снимает подшипники. Он говорит типа у нас этой штуки нету выходной. в магазине надо купить. Я говорю, ну давай молотком выбей. Вот они сейчас обсуждают, можно выбить или нет подшипник молотком. Ну что, неудачно. Не хотят браться без специального пресса, чтобы подшипник запрессовать. Дали еще одно место, еще одного гаража. Сказали, может быть открыт, но у них типа все должно быть. Блин. Ну ладно, поехали. Это возможно сегодня? Да, это возможно. Сколько времени? В час? В час. В час. В час. В час. В час. Ну вот здесь хотя бы сейчас поменяют. Но здесь сервис попроще. Здесь могут молотком поменять. Я имею в основные части, я просто хочу поменять. Потому что я не имею в виду. О, окей, я могу сделать это для тебя. Окей, давайте начнем. Какое количество? 15 тысяч. 15 тысяч? Да. 15 тысяч, это сколько, получается 150 долларов. Может, немного больше. Нет, это хороший пресс. Хороший пресс? Да. 150 долларов – это хороший пресс. Это очень дорого. Я думаю, что Ренои – экономия. Да, но работа будет для тебя. Да? Да. Может, 130? Окей. 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 Короче, они сами паркуют, но прикол в том, что я думаю, что он никогда в жизни не ездил за машиной с левым рулем. Как он сейчас сможет первую включить? Ну, да, вдвоем что-то просто… А, они, наверное, переписывают. Там количество миль, все такое. Да здесь еще 2 миль еще. А? Да здесь еще 2 миль еще. Это как километр все. Ну, нет, смотри, справился, все в порядке. Профессионал своего дела. Хотя в сервисе Автопарц нам говорили, что… Ой, Автоэкспресс. Что за 4 часа поменяют 1 подшипник. Ну, 2 типа за 6. А здесь сказали, до обеда закончат. Сейчас время 9.15. Да, но зато 140 долларов. 2 подшипника и ручку переключения света. Просто там ручка переключения света, ближний, дальний свет. Дальний не работает, а ближний плохо включается там от пыли. Она как-то, видимо, ее заела. И она, короче, через раз включается. Вот. Ну, поменяем сразу до кучи. Время, красавчики. Они, смотри, они вообще все отполировали внутри. Короче, они сделали полное ТО. Поменяли фильтра. Поменяли свечи. Поменяли масло. Вот. И все тут отполировали, все тут вылизали прямо. Блин, такой чистый. Она не выезжала, наверное, с Москвы. Потому что Западная Африка все было. Или вообще прямо вот такой, знаете, которая не отмывается. Которая прям жесткая. Они прям все отмыли. Молодцы. Короче, настоящий сервис. Подняли. Подпорки поставили. Окей, good. Логистика настроена просто. Инженер, который занимается... У которого есть пресс, который это все дело выжимает, находится не здесь. Сейчас ему отвезут запчасти на моцике. Он оттуда их выбит старые, эти подшипники. И привезут обратно. Ну и все. Сказали, все такое время займет 45 минут. Привезли. Прошло, наверное, часа полтора. Ну, это 45 минут. Но это нормально. Главное, что инженер не бухал. Что он все сделал. Что все опыт. Время пока есть. Сейчас осталось только поставить ступицу на место. Мы все уже пришли. Не, обратно к машине. Сейчас будем делать. Я, конечно, не знаю, как на ВИТО отличить, что в них не так. Но гудели, наверное, уже пора было менять. Вот, соответственно, вот старые. Вон, новые уже поставили. Ступицу. Сейчас будем остановить на место ступицу. Все, поменяли одно колесо. Заднее правое немножко плохо выглядело, сточилось немножко. Поменяли его на более новое. Тоже не очень крутое, но поновее. Все, сегодня наше путешествие начинается. Едем в Масаймару. Проезжаем по Кении. По всем телевизорам показывали, что вчера были выборы президента. И были беспорядки. И, где там бандиты, ну, не бандиты, а тем митингующие вместе с полицией сражались и так далее. Мы вот сколько сегодня едем, никого вообще не видим. Может, в каком-то маленьком районе, не знаю, там 10 этих, 10 пьяных придурков устроили бунт. Вот. Но вообще победил президент Кенья. 98,2% голосов. Ой, Кенья-то. Короче, это Кенья-то для Кении. Короче, как вы видели, с какими мы вообще сдавали эту машину. И вот только что я забрал СТС-ку из этого места, где мы ее сдавали. Теперь с спокойной совестью и душой можно ехать дальше. На заправку, в аэропорт. Встречаем оставшихся, кто сегодня прилетает. И в парк Масаймара. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!